В библиотечном дворике собрались самые юные читатели, ученики начальных классов. Для них знакомство с Домом книги началось с увлекательной игры. Здесь же расположились любители порисовать. Тема свободная. Кроме того, рисунок можно сделать не только на бумаге, но и даже на лице. А в читальных залах все уже посерьезнее. Для старших школьников и студентов проводят лекции по истории и охране здоровья. Именно так в библиотеку можно привлечь больше читателей, уверены организаторы. Уже давно популярные в Европе занятия на подобного рода культурных площадках в Сочи сегодня тоже проводят все чаще. Что такое библиотека? Это не просто хранилище знаний. Это и те уникальные методики, которыми обладают специально подготовленные люди, библиотекари, которые знают и могут приобщить детей к книгам. Конечно, это хороший эффект в воспитательном и в образовательном процессе. В современном мире, когда книги становятся электронными, а один из основных способов поиска информации – это всемирная паутина, библиотека должна идти в ногу со временем. Сегодня сочинские книгохранилища уже не те, что были раньше. Теперь почти в каждой из 33 городских библиотек есть интернет, электронные каталоги и мультимедийное оборудование. Выставки, экскурсии, лекции и мастер-классы стали частью привычной жизни сочинских книгохранилищ. Итог – читателей становится больше. У нас очень сейчас много читателей на абонементе. Приходят читать книги. Мы получаем ежегодно около 15 тысяч книг новых, поэтому нам есть что предложить, и мы можем привлечь читателей. Новую жизнь получили издания библиотек. Часть из них по краевой целевой программе отремонтировали капитально. Поменяли не только фасад, но и внутренние помещения и оборудование. Реконструкция коснулась главных книгохранилищ. Теперь очередь дошла и до сельских. Уже очень скоро современные технологии придут и туда. Продолжение следует...